Привет, друзья! Это ПК на Ryzen 5 3600 из прошлого видео. Это тот проц, который можно купить сейчас за 170-200 долларов. А вот Ryzen 5 2600, который можно купить на Али за 100 долларов. Разница минимум в 70 долларов и я собираюсь поставить данный проц вместо Ryzen 3600 и проверить, действительно ли Ryzen 2600 Best Buy сейчас. И на сколько он будет уступать Ryzen 5 3600? И вообще, стоит ли переплачивать за проц в средней сборке или же лучше вложить эти деньги именно в видяшку? Может кто помнит недавнюю ситуацию с Ryzen 1600, который продавался даже по цене около 80 долларов на Али. Сейчас, конечно, уже нет таких цен, потому крайне выгодно можно взять именно 2600. Из чего будет состоять наш ПК? А из типичного на сегодня среднеценового, даже ближе к бюджетному сегменту комплекту. Это не самый дешевый сетап, но близок к тому. Мать! MSI B450A Pro Max. Карточка GTX 1660 Super от Polit. Один из самых дешевых вариантов. Две плашки оператива от HyperX на 2666 МГц, которые мы, как и прошлый раз, разгоним до 3200. Блок питания Chieftec Eco на 600 Вт. Накопитель SSD M.2 SATA 3 на 250 Гиг под систему. Корпус HDD это уже такое на любителя, скажем так. Но все ссылки на железо я оставлю в описании. Здесь я лишь заменю проц, и мы сможем сравнить, насколько будет отличаться производительность в играх именно тех, что мы уже запускали на этой сборке с Ryzen 3000 серией. Ставим наш проц. Немного термопасты. Производим такой себе даунгрейд, и сделать это очень легко. Теперь подключим и посмотрим, что нам покажет. Наша система подумала и опознала новый процессор. Теперь путем нехитрых манипуляций я поднял частоты процесса до 4 ГГц и оперативу до 3200 МГц. Охлаждение у нас с большим запасом, потому гнать не можно, а нужно. Если третье поколение просто поставил и забыл, гнать нет смысла, то разгон на втором поколении очень и очень не помешает. Cinebench R15 выдает нам 1366 баллов. Перед этим я тестировал уже Ryzen 5 3600, и он здесь производительнее почти на 200 баллов. Ладно, теперь проведем те же тесты в играх. Первая игра у нас Rise of the Tomb Raider. Сначала проходим бенчмарк. Все показывать не буду, чтобы не затягивать, но немного понаблюдаем. Продолжение следует... Вот так прикол, 79 кадров, что там, что здесь Драйвер видяшки тот же, все тоже кроме процессора Можете нажать на паузу и хорошенько все рассмотреть более детально В самой игре, что вам сказать Вот здесь в одном и том же месте Практически один в один Плюс-минус один кадр То есть как вывод, особой разницы в данной игре вы не заметите Весь упор идет в видяшку А понижать графон я не буду и не просите Не для этого мы тратились Следующая игра у нас была Rage 2 Настройки те же самые, ультра Ну и смотрим, что она нам показывает В обоих случаях фпс более чем играбельный И опять у нас упор больше в видяшку Far Cry 5 Проходим бенчмарк И кстати графики, линии и времени кадра в обоих случаях отличные Так вот отличие в среднем фпс в один кадр В один кадр Carl 87 против 88 у Ryzen 3600 Разве что минимум кадров в секунду 73 против 76 в пользу Ryzen 3600 Три кадра Но все равно это не очень значительный перевес Метро исход Непростое место, где дует метель На открытой местности с множеством деталей И тут ситуация такая Если бы я затер надписи где какой проц И выключил мониторинг Оставив только фпс Вы бы наверное не смогли отдать кому-то преимущество Конкретно здесь, где мы подсаживаем нашу спутницу В Ryzen 5 2600 фпс выше А так по сути отличий здесь не видно Не ручаясь за всю игру, но скорее всего будет также ноздря в ноздрю И в целом на высоких и ультра можно играть спокойно Теперь прикинем Ассасин Крит Одиссей Как мы знаем, данная игрушка более процессорозависима, чем множество других Здесь то и Ryzen 3600 должен затащить точно И вот сейчас обратите внимание, что Ryzen 2600 отстает от собрата в среднем на 1-2 кадра постоянно Как мы теперь можем видеть, все так и есть Отставание на 2 кадра Но опять-таки, это не так значительно И вот теперь советую перемотать назад и пересмотреть еще раз Глядя на линии фреймтайм и фреймрейт Хоть в обоих случаях все очень плавно и играбельно Но 2600 почему-то местами выдает линии немного плавнее, чем 3600 Время затестить Control Это, как мы знаем, требовательная игрушка Но у нас все на высоких настройках И тут ситуация такая 2600 проигрывает на 1-2 кадра все время Для кого-то это существенно, а кто-то и вовсе не заметил бы Баттлфилд 5 Выбираем место, где много всего И процессором игра реально дает прикурить Перевес 3600 есть, конечно Но насколько критичный Давайте просто понаблюдаем в сцене с конкретным таким замесом Чтобы хорошенько можно было оценить поведение наших соперников в динамичных сценах ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 Все, друзья! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ!